Привет! Это четвертый урок из продвинутого курса по созданию шутера третьего лица. В этом уроке мы научим нашего персонажа падать и вставать. Как такое можно реализовать? Например, если у вас все связано на анимации, например, он по анимации там падает без рэкдолла, то тогда с этим нет проблем. Можно его заварить на землю и потом из этого же положения его поднять. В этом нет никакой проблемы. Но мы будем действовать иначе. У нас он падает по рэкдоллу и вставать ему необходимо из того положения, в котором он лежит. А это уже проблема. Обычно анимации так это не получится сделать. Что нам для этого потребуется? Сам персонаж, а также нам потребуется несколько анимаций. Нам потребуется анимация подъема со спины. Анимация много грибовата, но нам это не помешает. И анимация подъема с живота. Мы будем проверять, в каком положении он лежит. И в зависимости от этого положения мы будем его поднимать. Итак, что нам для этого потребуется? Нам потребуется выделать анимации и немножко настроить наш аниматор. Без никаких переходов, без ничего мы будем их вызывать из кода. Самое главное, чтобы названия совпадали. Мы будем вызывать по названию. Все, теперь мы аниматор настроили для него. Нам необходимо создать скрипт. Также, перед тем, как мы начнем писать, необходимо нам вот что еще сделать. У нас же сам персонаж что из себя представляет? В нем есть пустышка, сама центровая. Здесь вот у нас висит весь функционал. Но проблема в чем? Если мы отодвинем нашим персонажем, и он где-то упадет, пустышка останется здесь же. Нам необходимо что-то с этим сделать. Например, вот если у нас будет обзор у персонажей. Вот у нас основной коллайдер, он здесь же, а Рэгдол где-то вдали. Нам необходимо делать так, чтобы вот этот сам коллайдер основной, он следовал за персонажем. Это можно сделать благодаря созданию мозга, как создать я это назвал. Для этого нам необходимо вот здесь, в самой верхней кости спины, создать пустышку, назвать ее мозг. И сюда уже перенести весь основной функционал. Здесь мы можем назвать его каким-то новым лэйером, например, Enemy. Нам это пока не нужно, но в будущем пригодится. И новый Enemy. Все, теперь это у нас будет здесь триггерный. Он особо нам не нужен. Добавим эрджи-боди, кинематика. Все. Теперь же, даже если у нас персонаж отпадет куда-то, наклонится, этот сам коллайдер будет следовать за спиной. И этим мы избавимся от многих проблем в будущем. Единственный функционал, который у нас есть, это Enemy. Вот его мы перенесем туда. Все, теперь у нас проблем никаких нет. Здесь в основном объекте у нас будут только некоторые скрипты, мелкие довольно, которые, например, отвечают за ивенты. Потому что если у нас на анимации есть какой-то ивент, он не будет сканировать все дальнейшие объекты на поиск необходимой функции. Он будет сканировать именно сам главный объект. Поэтому здесь необходимы какие-то скрипты. Но здесь он и функционал, он все-таки будет в мозгу. Итак, дальше что мы делаем? Нам необходим скрипт. Вот мы его написали. Здесь самому мозгу, анимистат. Здесь вот нам не потребуется. Рэкдол. Мы его будем там писать. А здесь мы получим ссылку. А нам для начала нужно узнать состояние нашего рэкдола. Так, это есть. Теперь нам необходимо узнать все части нашего тела. И здесь нам необходимо перечислить все наши куски скелета. Это руки, ноги, голова, спина. И последний боди-каунт нам необходим для того, чтобы узнать, сколько у нас всего их оставшихся. После этого нам необходимо указать информацию о каждой из этой части. Это поворот, позицию, коллайдеры, трансформы и прочее. Мы это сделаем в отдельном классе, чтобы не сохранять кучу переменных наш код. Так, что нам тут потребуется? Это нам потребуется боди-парт, трансформы наши, оригинальный трансформ, коллайдеры, джип-боди, позиция и поворот. Субтитры создавал DimaTorzok Так, мы создали класс с информацией о нашей каждой конечности. Теперь объявим их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы закончили со всеми переменными. Здесь самое главное, это указать здесь название наших анимаций. То есть они должны полностью совпадать. Именно по этому названию мы их и будем вызывать. Так что мы тут поставили переменных, аниматоры, состояние наше, Ragdoll включен или выключен, и крут-моушен. Это вот этот вот. Сейчас компериться. Вот, крут-моушен. Он включен или выключен? Если он там выключен, то когда наш персонаж встанет, он и будет выключен. Необходимо это для того, чтобы когда персонаж падает, выключать его. Так, теперь начнем старт писать. Для начала необходимо найти аниматор. И еще нам нужно создать пустышку, которая будет являться ориентиром. То есть если у нас персонаж находится вот здесь вот, а пустышка наша здесь родительская, она переместится в ноги к нему. Персонаж сам не изменит свою позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, мы запомнили все поля, которые здесь есть. Теперь нам необходимо создать пустышку, которая будет являться ориентиром для нашего подъема. Давайте на этом пока закончим. Мы написали все наши переменные, которые нужны. Мы заполнили их в старте. А работать уже с этим будем в следующем уроке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки с продвинутого курса по созданию шутера третьего лица. Ставьте лайки. Всем удачи и до свидания.